Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Но прежде, чем мы начнём, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. А также оставьте своё мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. В далёком прошлом Игорь несомненно принадлежал к верхушке общества. Тогда он был успешным бизнесменом, который имел всё, о чём только можно было мечтать. Миллионы на банковских счетах, собственный особняк, жена красавица и полная идиллия в семье. До полного счастья не хватает лишь одного – детей. Шли годы, а Раиса никак не могла забеременеть. Они, конечно, могли расстаться и испытать судьбу с чистого листа, но пара решила просто усыновить малыша. Так в их семье появился трёхлетний Игорь. Отца семейства жизнь закалила. В период молодости он прошёл сквозь огонь и воду. После возвращения к мирной жизни он стал успешным строительным магнатом. У мужчины была железная хватка, но сын заставлял его сердце таять. Подрастая, сын стал для родителей настоящим солнечным лучом. Супруги усыновили мальчика, будучи уже в почтенном возрасте. Женщина переживала, что с ними в любой момент может что-то случиться. Поэтому договорились с мужем составить завещание уже сейчас, пока мальчик ещё маленький. Когда их ребёнок был ещё малышом, Игорь старший выделил половину своего состояния сыну. Год за годом процентная доля наследства медленно росла. Со временем парню принадлежало уже 80% всего имущества родителей. Похоже, всё это и привело к помутнению рассудка у парня. В 2011 году не стало жены Игоря. Мужчину это событие сильно поразило, и он долго не мог справиться от потери дорогого человека. Тогда он и сделал самую большую ошибку – переписал на сына всё имущество. Мужчина надеялся, что таким образом покажет сыну всю глубину его любви. Игорь уже начал реализовывать свой коварный замысел. Прошло пять лет, как отец составил бизнес. Единственное, что он себе оставил – это право жить в семейном особняке и за счёт прибыли компании. Завершился пятилетний процесс получения Игорем наследства, и здесь он взялся за дело. С годами у отца ухудшилось здоровье, на что он часто жалуется сыну. Однажды в его дом пришли санитары. Он решил, что это вызвали врачей. Только не понимал, к чему здесь полицейский. Правда, не заставило себя долго ждать. Человек вместо больницы попал в сумасшедший дом. Полицейский был нужен для того, чтобы подтвердить буйное поведение мужчины. Очень скоро мужчине удалось убежать из больницы для душевнобольных. Помогли ему в этом сослуживцы. Он некоторое время скитался по миру, пока не нашёл себе временное жильё. Теперь у него важная задача – через суд отстоять свою правоту. Судебный процесс продолжается уже несколько месяцев, но сын ни разу не явился туда лично. Мужчина считает, что ему просто стыдно смотреть отцу в глаза. Однако надеется встретиться и мирно решить это недоразумение. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно». Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.